Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Это видео о том, как запустить рекламу на Etsy. Первая часть видео, вернее первое видео, и я в этом видео хочу разобрать с вами, что подготовительный этап. Я провожу массу сейчас консультаций и вижу вот эту часто повторяемую ошибку. Самое главное, мастера упускают из вида, что подготовку. Получается, вы хотите запустить рекламу, в каком случае, в какой ситуации. Ну, например, вы только начали, вы только открываете Etsy, вам непонятно, почему в вашем магазине не продается. Вы думаете, что вот все говорят про рекламу, я запущу, у меня будут продажи. Но на самом деле, когда у вас на первом этапе нет продаж, вам уже важно задуматься. Это очень такой колокольчик-звоночек, на который нужно обязательно реагировать. И что получается в вашей задаче? Вам первым делом, если вы планируете запускать рекламу, нужно сделать какую-то определенную подготовку. Из чего эта подготовка состоит? Например, вам нужно, возьмем карточку товара. На Etsy она называется листинг. Смотрите, когда вы проверяете карточку товара, первым делом проверьте, у вас первое, главное фото, оно для потенциального покупателя, для вашего клиента, оно привлекательно или нет? Оно цепляет его внимание или нет? Вспомните весь поток Etsy, да, вот когда куча-куча маленьких этих фотографий, куча всевозможных товаров. И покупатель начинает смотреть, а насколько ему интересно среди этой, на первой странице, ну там где-то, наверное, около 50-60 фотографий сразу, ваша фотография посрединке. Она как-то выделяется, она как-то интересна вашему покупателю или нет? Вот так. Первым делом мы что проверяем с вами? Заглавное фото. Потом человек, что понравилось заглавное фото, нажимает. Но для того, чтобы понравилось заглавное фото, можно и что еще увидеть? Есть на Etsy масса интересных вещей. Если вы делаете скидку по поводу товара, да, например, можно запустить акцию и будут ваши церна перечеркнуты, рядышком светится новая цена, какая сумма, что там человек экономит. Это видно. Раз. Если вы даете человеку бесплатную доставку в подарок, вы тоже можете запустить акцию и там тоже будет светиться бесплатная доставка на этом листинге. И уже получается ваш товар более интересен, да, по сравнению с остальными. Тем более, если человек будет выбирать и искать товары, которые, скажем так, сейчас на распродаже стоят, он указывает на главной Etsy, там есть параметры. И там есть on sale, где товары на распродаже. Если он укажет эту штучку, да, вот эту галочку вот там, то, естественно, и ваш товар, который будет стоять на распродаже по этому виду продукции, естественно, у него будет светиться, будет у него на первой, второй странице. Он это заметит, увидит. Итак, что мы проверяем? Мы проверяем заглавное фото. Проверили, да? Посмотрели, что, как можно поступить с ценами, доставкой, скидками какими-то, рекомендуем, не рекомендуем это клиенту, проверили. Потом следующий этап. Если человек заходит на ваш товар, кликает на ваши фотографии, он что хочет увидеть? В первую очередь, что больше фото. Не ленитесь, не ставьте одно-два фото. Есть на Etsy сколько? Десять фотографий. Десять. Десять фотографий. Заполняйте их. Будьте добры. Это с какой-то стороны сложно, с какой-то стороны плохо. Но сделайте десять ракурсов. Не знаете, какие ракурсы сделаете? Добавите обязательно там последнее фото. Так приходит товар в упаковке. Сейчас идут новогодние праздники скоро, да? А перед этим идет Хэллоуин. Естественно, люди покупают, люди что-то дарят друг другу, им приятно что-то даже себе получить в подарочной упаковке. И поэтому, поэтому, ваша задача получается проверить вот эти детали. Ага, смотрите, фотографии проверили, количество фотографий и упаковку проверили. Вы понятно, непонятно вашему клиенту. Следующий шаг, следующий этап, что проверять, а что у вас по этому товару написано? Прямо на Etsy смотрим и читаем. Должен быть в самом описании товара, что заголовок, да? А технические характеристики, как я называю по товару, очень часто забывают. Например, одежда, какого размера, длина, высота, все, что можно максимально измерить, измерьте, пожалуйста. Если вы продаете сувенирную продукцию, высота, ширина, примерные, вот именно вот эти все параметры, человек должен видеть и понимать у себя точно. Потому что на фотографии, и даже если вы напишите это все, это одно. Когда человек сможет взять, например, швейный сантиметр, посмотреть, приложить, есть ли это одежда к себе и понять, какой высоты, какой длины, как он в этом всем будет выглядеть, вот ваша задача, да, облегчить ему это понимание. Ряд фотографий раз, описание качественной характеристики, вот эти предметные характеристики, вот характеристика товара два, и следующий разговор с покупателем. Не ленитесь покупателям рассказывать, объяснять, да, почему вы создали это изделие, почему оно лучше других, почему вы его рекомендуете, почему вот к этому празднику как бы лучше выбрать его на самом деле. И еще один момент, когда вы готовитесь запускать свои карточки товаров, да, свои товары в рекламу на Etsy, проверьте, пожалуйста, ваш заголовок и ваши теги. Внизу 13 тегов, это получается, по каким разделам на Etsy будет выбирать сама машина Etsy, вот именно как бы рекламный робот, да, где вас показывать, в каких разделах. Если вы не укажете или неправильно укажете эти разделы, то, естественно, вы будете светиться не там, будут люди заходить не целевые, просто случайно нажали, просто посмотреть. Но вам очень важно, что, чтобы на вашу нажали рекламу пришли, и что купили, чтобы у вас на самом деле купили. Почему, зачем нам реклама просто так? Поэтому, когда вы делаете подготовительный этап, не забудьте все вот эти детали. Почему реклама чаще всего не работает? Если у вас молодой магазин, не забудьте заполнить, что, главную страницу сайта. Обязательно это сделайте. Напишите о себе, добавьте фотографии, добавьте короткое видео. Почему? Потому что вам непонятно, почему это не продается. А на самом деле, возможно, у вас не хватает информации, чтобы человек сделал первую покупку, первые 10 покупок. Почему? Потому что плохо написано о себе. Либо очень как бы не нравится поверхностно от имени компании написано о себе. Не забывайте, что Etsy – это платформа, где продают мастера, где хотят покупатели говорить с тем, кто это производит. Или хотя бы дать с человеком, который отправляет эту продукцию, живым человеком. Сейчас очень важно, что индивидуальность в товаре, индивидуальность в продукции, индивидуальность в общении, индивидуальный подход к клиенту. Почему приходят люди на Etsy? Они что-то хотят оригинальное, и они хотят на самом деле, что внимания к себе. Будьте внимательны к вашим потенциальным покупателям. Даже на стадии, когда вам задают вопросы, старайтесь максимально быстро отвечать. Старайтесь максимально быстро отправлять. Это все мелочи, но они на самом деле для каждого покупателя очень важны. Итак, подытожим, из чего состоит подготовительный этап. Вам нужно первым делом проверить заглавные свои фото, насколько они привлекательны. Что вы решили к заглавному фото предложить покупателю? Может у вас бесплатная доставка, а может быть у вас скидка на вашу продукцию. Еще один нюанс. Когда предлагаете бесплатную доставку, не завышайте свои товары. Если вы работаете в какой-то определенной нише, и ваш покупатель, потенциальный покупатель, изучает цены, и они примерно одинаковые на всю продукцию, то если у вас будет на половину дороже, вдвое дороже, безосновательно, и вы не укажете, почему у вас стоит дороже, вас тоже покупать не будут. Так что будьте добры, если вы даете бесплатную доставку, то это скидка на бесплатную доставку, вы платите сами, получается, либо вы даете процентную скидку. Поэтому определитесь, что вы хотите и что вы хотите подарить покупателю. Определили, сделали, написали. Итак, фото проверили, 10 фото проверили. У вас должна быть что? Фотоистория из 10 фотографий. И даже глядя на сами фотографии, можно принять решение о покупке. И потом очень-очень подробное описание вашего товара, продукции, технические характеристики и разговор с покупателем. Об этом мы с вами поговорим еще больше подробнее в следующем видео. И, естественно, в следующем видео будет, что сам запуск, сам настройка. Я, возможно, открою Etsy Portal и покажу вам, как это настраивать. Поэтому, если вам что-то понятно, непонятно, есть сомнения, будьте добры, задавайте вопросы под этим видео. Я отвечаю, я веду сейчас это как видеоблог на YouTube. Вам желаю удачи и успеха на Etsy. И помните про запуск рекламы. Всегда что? Нужно пройти подготовительный этап. Не пренебрегайте им. Почему? Потому что был буквально недавно на одной из выставок вопрос, а какой бюджет нужно иметь для рекламы? А почему вот у меня маленький бюджет, ничего не получается? Вот я так понимаю, мне нужен большой бюджет. Вот все зациклены, именно что на бюджете? Если у вас на маленьком бюджете рекламном ничего не покупает, то сами подумайте, да, вы математику в школе учили. Если вы это просто увеличите бюджет, покупать не будут. Вам нужно что? Найти свои ошибки. И сделать ваши товары, фото привлекательны для потенциального покупателя. А вот уже когда пошли первые продажи, что бюджет можно увеличивать? Итак, с вами была Прохоровская Светлана. Вопросы задавайте под видео. Вам удачи на Etsy. Спасибо и до встречи в следующих видео. Пока!